Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуру Чувашеской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему профилактики правонарушений среди несрочнолетних. Подростковая преступность, к сожалению, по-прежнему имеет место быть. В чем кроется причина этого явления? Как вовремя остановить молодого человека, попавшего в мир соблазнов? Как правильно сформировать еще не окрепшие умы молодежи? Кто сегодня должен заниматься профилактикой правонарушений среди несрочнолетних? Всегда ли она эффективна? Вот, пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, на которые мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по делам несрочнолетних и молодежи прокуратуры Чувашеской Республики Валерий Павлович Григорьев. Здравствуйте, Валерий Павлович. Тема сегодняшней передачи посвящена вопросам профилактики правонарушений среди несрочнолетних. А вообще хотелось бы тогда уточнить, насколько сегодня это актуально и каков масштаб проблемы? Ну, если на протяжении последних семи лет у нас наблюдалась устойчивая тенденция к снижению подростковой преступности, то в 2013 году их число преступлений, совершенных несрочнолетним, существенно возрос. Притом возросли основные категории преступлений, в частности, количество совершенных особо тяжких преступлений, зафиксированы факты убийств, изнасилований, совершенных подростками, а также иные категории, как то совершение преступлений учащимися лицами, совершение незанятыми подростками, состояние алкогольного, в том числе и наркотического опьянения, имеются единичные факты. Ну, благодаря принимаемым усилиям в этом году это положение удалось стабилизировать. На сегодняшний день, конечно, хоть и наблюдается снижение уровня преступности, но имеются отдельные проблемные категории. Это преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также преступления, совершенные подростками в состоянии наркотического опьянения. Вот есть слово «профилактика». Согласитесь, довольно-таки непростое понятие. Что из себя представляет вообще профилактика? Кто должен заниматься этим вопросом? И какие органы? И каким образом? Ну, основным законом, регламентирующим даемную деятельность, является федеральный закон об основах системы профилактики правонарушения безназонных сниженщих летних, где определены органы и учреждения системы профилактики, которые входят как органов правопорядка, это госнаркоконтроль, полиция, так и образовательные, медицинские учреждения, органы службы занятости и другие субъекты. Координирующим органом является комиссия по делам нешелетних, создаваемая при администрациях городов и районов республики. Определены цели, задачи. В принципе, в этом законе все это отражено. Верняка же, что должен делать. В чем должна заключаться конкретная работа именно по профилактике совершения ими правонарушения? Ну, конкретная профилактика – это для начала общая профилактика, это формирование правосознания у ребенка, законопослушного его поведения, это общая, скажем так, цель, ну и проведение индивидуальной профилактической работы. Как-то ранняя профилактика правонарушений, это, как я уже сказал, выявление лиц, а также выявление возможных предпосылок, которые в дальнейшем могут служить с причинами и условиями для совершения подростком преступления либо правонарушения. У некоторых руководителей образовательных учреждений такая позиция, что лучше об этом не сообщать правоохранительные органы, поскольку от этого пострадает репутация данного заведения. Ну, факты несообщения и отсутствие информации взаимной, взаимообменной информации, они выявляются постоянно. Ярким примером тому служит, например, выявление в 2013 году того факта, что сотрудниками Порецкого детского дома был скрыт факт употребления воспитанниками наркотического средства, курительной смеси. Это привело, во-первых, к сокрытию преступления, то есть факта хранения под данными воспитанниками наркотического средства, а также стало предпосылкой к повторному употреблению другими уже воспитанниками тоже наркотического средства. Ну, тут еще ситуация осложнилась тем, что когда данные курительной смеси были употреблены в стенах детского дома, руководство детского дома, все-таки приняло решение не только не сообщать правоохранительные органы, но даже приняло решение провести мероприятие по оказанию первичной медицинской помощи самостоятельно. Это поставило под угрозу жизнь, здоровье воспитанников, ну и было соответствующим образом оценено как нами, так и руководством, в частности, Министерством образования. По данному факту была проведена проверка, в адрес Министерства образования внесено было представление, значительное количество должностных лиц Порецкого детского дома привлечены к ответственности, теряют даже освобождение от занимаемых должностей. Вы уже сказали, что у нас, к сожалению, наблюдается рост количества преступлений, совершаемых независимых в сфере незаконного оборота наркотиков. Все-таки хотелось бы уточнить, во-первых, какие-то преступления совершаются, это раз, и во-вторых, все-таки какие причины совершения этих преступлений, чаще всего? Ну, в основной массе среди зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, это именно в подростковой среде касается, это идет хранение наркотических средств. Ну и связано это, как правило, с их употреблением. В связи с чем наблюдается рост у нас преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. То есть эти две цифры между собой состыкуются. Ну и имеются, кроме того, факты, когда они 6-летние вовлекаются в преступные деятельности, в том числе, и занимаются сбытом наркотических средств. Даже единичные факты имеются в участии их в составе организованных преступных групп, когда они привлекаются в качестве одного из звена, распространяющего данные курительные смеси. Ну, в основном, это курительные смеси. В частности, в 2012 году в один из судов города Чебоксара было направлено уголовное дело в отношении жителей, в отношении группы выходцев из сопредельной республики, которые занимались распространением на территории Чувашии именно курительных смесей. Вот в деятельность данной преступной группы были вовлечены двое несовершеннолетних. В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета по Чувашской республике расследуется уголовное дело, также связанное с фактами распространения на территории республики курительных смесей, когда это распространение при условии производится в том числе лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Почему же все-таки наркодельцы привлекают несовершеннолетних? На них легче воздействовать? Ну, не только на них легче воздействовать, да, они более податливы. Тут возможны и различные уговоры, формирование, скажем так, определенных ценностей, но и плюс возможность быстрого все-таки заработка. Если взрослый человек может слегка призадуматься, по крайней мере, над вопросом, как добываются денежные средства, в данном же случае быстрый, легкий заработок он всегда привлекает подростка. К сожалению, некоторые подростки думают, что если они не достигли возраста привлечения к административной либо уголовной ответственности, для них не наступит никаких последствий. Так ли это на самом деле? Ну, мягко говоря, это заблуждение. В частности, например, как административным, так и уголовным кодексом предусмотрены определенные меры для лиц, не достигших возраста привлечения к ответственности. В частности, например, ответственность за нахождение подростка, не достигшего возраста привлечения к административной ответственности в общественном месте, в состоянии опьянения, предусматривает за собой наказание именно родители, ввиду того, что именно родитель несет ответственность за своего ребенка. То же самое и касается вопросов совершения ими общественно опасных деяний, имеющих признаки преступления. Начиная с того, что совершение подобных деяний грозит постановкой на учет в органах учреждения системы профилактики и проведением соответствующей работы. Ну, а также имеется возможность помещения указанных лиц в Центр временного содержания шлетних и промышлитель при МВД Чувашской республики, где они в течение максимального срока установлено 30 суток. С ними проводится определенная работа. Спасибо, давайте покажем сюжет об этом. Петя – обычный подвижный ребенок, который любит играть и не очень жалует школьные учебники и домашние задания. В свои 9 лет он уже второй раз в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей – за кражем. Скажи, пожалуйста, ты здесь что делаешь? За что ты тут оказался? Белосибец воровал. Понятно. А здесь тебе как? Ну, что здесь делаешь? Расскажи, занимаешься, играешь с другими ребятами? Играю с другими ребятами, в шашки играем, гулять выходим, мячик играем. Учитель со мной занимается. Научили отжиматься, проседать. Несмотря на то, что скучать здесь, судя по всему, некогда, мальчик хочет домой, мечтает стать таксистом и обещает, что сюда больше никогда не вернется. Здесь оказываются те, кто совершил общественно опасные деяния, которые попадают под уголовный кодекс. В основном это кражи, грабежи, побои и административные правонарушения. Максимальный срок пребывания – 29 суток. Возраст воспитанников – от 7 до 18 лет. Это далеко не всегда дети из неблагополучных семей. За 10 месяцев было помещено 105 несовершеннолетних. Из них за совершение общественно опасных деяний – 36. Это, в принципе, практически столько же, сколько в прошлом году. Задачами центра является найти первопричину, почему ребенок это совершил. Что способствовало, что подвигло ребенка на совершение правонарушения. С ними работают психологи, воспитатели. Мы подключаем для работы наркологов, психиатров. Сейчас в центре шесть воспитанников. Учреждения сами сотрудники называют пионерским лагерем закрытого типа. Кто-то, возможно, посчитает, что пребывание здесь слишком мягкое наказание. Однако решетки и замки оказывают сильное впечатление на юных правонарушителей. Специалисты отмечают, для того, чтобы серьезно задуматься над своим поведением, этого вполне достаточно. Ольга Пыричкина, Андрей Спиридонов, Республика. Согласитесь, ведь наказание – это еще не самое страшное последствие для несрешнолетнего, который стал, к сожалению, на неправильный путь. Существует ведь более серьезное последствие, и хотелось бы о них более подробно рассказать. Ну, совершение лицом общественно опасного деяния, преступления, правонарушения – это все равно определенное пятно. При том, что пятно как на его судьбе, так и на судьбе его родителей. В случае, если подросток в дальнейшем собирается устраиваться в правоохранительные органы, в государственные структуры, то нередко этот путь им будет заказан. Плюс совершение определенных, скажем так, правонарушений и преступлений, как пример, в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, может в последующем повлечь невозможность получить водительские права, разрешение на ношение оружия, ну и возможности работать в определенных структурах и организациях, охранных предприятиях, например. То есть определенные возможности будут закрыты. А может ли повлиять это на судьбу, скажем, его братьев, сестер, которые захотят устроиться в правоохранительные органы, те же самые, в суд, в какие-то другие учреждения? Ну да, близких родственников это все равно будет касаться. Потому что при трудоустройстве в подобной организации, все равно информация истребуется о наличии компрометирующей информации в отношении близких родственников. Она оценивается соответствующим образом. Общеизвестно, что родители играют не последнюю роль в формировании сознания ребенка. На что им необходимо обратить особое внимание? И на ваш взгляд, где, по-вашему, они недорабатывают? Ну, родители – это отправная точка. Потому что больно на них именно возложена самая большая обязанность, как по формированию законопослушного поведения у подростка, так и контролю за его поведением. Потому что именно они, в первую очередь, должны и могут отследить определенные изменения в поведении. К примеру, в ходе изучения материалов о помещении одного из подростков Центра временно содержания 4-летних правонарушителей, 9-летнего, к сведению сказать, установлено, что последний находится на воспитании у бабушки и дедушки, проживает вместе с ними. Мать не только полностью самоустранила сотового воспитания, вообще не проживает вместе с ним. Результат совершения в течение этого года двух хищений велосипедов. В последующем, дважды он в этом году был помещен в Центр временно содержания. Во многом, совершение указанных правонарушений способствовало именно отсутствие контроля. Ну и ребенка – определенная защитная реакция на подобное поведение со стороны матери. По данному факту, в частности, органами прокуратуры в настоящее время проводится проверка на предмет социального устройства данного ребенка. Потому что пока эту ситуацию можно преломить. 9-летний ребенок – это все-таки, скажем так, неосознанный правонарушитель. В связи с чем, что касается родителей, убедительная просьба у меня, как именно непосредственно лицам ответственным за воспитание детей, все-таки смотрите, чем занят ваш ребенок, круг его общения, изменения, определенные в поведении. Спасибо. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики Валерий Павлович Григорьев. Как видим, в жизни всегда находятся новые соблазны, вызванные стремлением к легкой жизни. Да и просто от элементарного безделия, отсутствия должного контроля, нашей с вами безответственности, дети встают на неправильный путь, способный искалечить человека и сломать судьбу безвозвратно. Очень бы хотелось, чтобы каждый из нас ни на минуту не переставал думать, чем же в настоящее время занимаются наши дети, все ли у них в порядке. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова